Жителю Мичуринска год назад улеченному в жестоком убийстве грозит не тюремная камера, а медицинская палата. Звукорежиссер местного драмтеатра Константин Хаустов признан невменяемым. Сейчас решается вопрос о его принудительном лечении. По подозрению в убийстве 18-летней девушки задержали ее бывшего парня. Уже на следующий день он давал признательные показания. Константин Хаустов не произвел на следователя впечатления душевнобольного, хотя жестокость, с которой он совершил преступление, поражает. Задержанный заранее подготовился к убийству. К бывшей возлюбленной пришел с удавкой, ножом и розжигом для углей. Истерзанное тело девушки обнаружила ее мать, на крики которой сбежали соседи. Я спускаюсь быстро. И женщина. Ой, все равно плохо я вообще была. Она прям вся прям... Ну, ноги у нее, короче, отказывая. Ну, испугалась же, увидела дочь свою. Ну, я подхожу к этой женщине, говорю, что случилось, что такое. Вот Аня, Аня, что-то вся обколотая, заколотая. Ну, я подумал, обколотая, может, мало ли чем, может, колется там, может, тракомат какая-то. Ну, а потом, как поняла, она говорит, типа, у нее вся грудь изколота. 24-летний Хаустов по образованию юрист. Последний месяц работал в Мичуринском драматическом театре, где произвел впечатление воспитанного человека. Под маской интеллигента скрывался шизофреник. В ходе допросов Хаустов давал показания о том, что он действовал по указанию своего духовного наставника, который невидим и неосезаем для других людей. Согласно заключению психолога-психиатрической судебной экспертизы, Хаустов страдает хроническим психическим расстройством. Значит, тюремного заключения не будет. Скорее всего, Константина Хаустова ждет принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Годом ранее в Мичуринске была убита еще одна 18-летняя студентка. Подозревали монтеры железнодорожных путей. Изначально считалось, что нападение он совершил также в момент обострения психической болезни. Затем мужчина на своем автомобиле вывез тело девушки на свалку, находящуюся на окраине города Мичуринска. Там при помощи ножа и ножовки он расчленил тело девушки на части. Затем сделал несколько снимков каждой из фрагментов тела. И затем разбросал их на свалке среди бытового мусора. С доказательствами его вины и психического расстройства дело направили в суд. Но через два месяца работника РЖД признали вменяемым и оправдали. Однако Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. Вердикт еще не вынесен. В момент преступления, когда уже ничего не исправить, болезнь проявилась у жителя Рассказова. Трагедия случилась с летом 2011-го. За 10 минут Александр Михалев порезал ножом 8 человек, в том числе свою жену. При этом называя себя дьяволом. Областной суд направил его на принудительное лечение. Валентина Слукина, Александр Щеднов, Область новостей.